Ну а мы в продолжении нашей программы хотим поговорить о защите окружающей среды и экологии. Каким образом операторы мобильной телефонной связи напоминают жителям Латвии, что существует такая возможность, а в общем-то есть такая необходимость сдавать на переработку неиспользованные мобильные телефоны. Ведь согласитесь, у многих из нас мы покупаем новый телефон, а старый так и продолжает лежать где-то в шкафчике комода. Так вот, отдавая телефон на переработку, можно не только защитить окружающую среду, но и помочь нуждающимся. По статистике, 8% латвийцев пользуются мобильными телефонами более пяти лет, а абсолютное большинство, то есть 43%, меняют свой телефон на новый в течение одного года. Кто-то пользованный телефоном продает, а кто-то оставляет у себя, и на это у каждого своя причина. Однако специалисты напоминают, что хранить старое мобильное устройство дома небезопасно. Мобильный телефон, например, там есть литий, если литий попадает в землю, одна литиевая батарейка может загрязнить 60 тысяч литров воды, например. Так что эти мобильные телефоны, их надо перерабатывать, собирать все, что там опасное. И тоже в том числе несколько грамм, например, ценных металлов, которых лучше переработать и обратить обратно в разработку новых телефонов. Пока же не все принимают на веру и с воодушевлением возможность отдавать мобильные устройства на переработку. Расставаться с ними добровольно готовы не все, хотя и продать такой телефон может быть практически невозможно, но и выкинуть жалко. Более 80% жителей Латвии хранят дома по два, а то и больше старых телефонов. Если мы можем освободиться от вещей, которые нам не нужны, это очень полезно для собственного благосостояния. С другой стороны, мы можем таким образом и подумать о последующих поколениях, которые, по крайней мере, мы хотим, чтобы мы и наши дети, и внуки жили в чистой среде. Сдать телефон на переработку можно в любом филиале ЛМТ, а также в пунктах Экобалтия и Залейспункт. Вариантов оценки аппарата и условий сдачи предлагается несколько. Есть разные варианты. Можно просто сдавать телефон, но можно и попросить этот телефон оценить. И тогда эту сумму мы будем перечислять в слуховом центре Латвии для улучшения здоровья, для лечения детей. Еще один вариант. После оценки мобильного устройства получить на эту сумму подарочную карту или скидку. Помимо телефонов на переработку можно сдавать зарядное устройство, наушники и другую небольшую электротехнику. Анна Ита Саханова, Петрис Баркевич, Латвийское телевидение.